Всем привет, друзья! С вами Даша и мой сегодняшний влог, не знаю, мне кажется, что будет каким-то очень сумбурным. И вот эта вот часть, ну, подводку, когда вот я просто говорю, я не могла её записать уже несколько дней. И сейчас всё сделала и поняла, что, блин, если я уже не запишу сейчас... О, боже, всё падает. В общем, если не запишу сейчас, то такое чувство, что буду тянуть ещё вечность. В общем, у меня сейчас, знаете, такой немножко непростой эмоциональный период. У меня какое-то такое немножко, наверное, выгорание, это можно считать, когда вроде бы очень много работы по всем фронтам, но ничего из этого делать не хочется от того, что её слишком много. Слишком много нужно всего делать, и хочется от этого как-то закрыться и не делать ничего вообще. Ну, бывают такие периоды, мне кажется, у всех они бывают, нужно это как-то побороть в себе. Поэтому сейчас, наверное, постараюсь составить для себя какое-то расписание, в которое будут входить выходные дни, когда я там не буду вести Инстаграм, не буду ничего снимать, не буду ничего выкладывать, вообще ничего не буду делать, хотя бы один день в неделю. Это сложно. Да. Вот. В общем, как-то так. Какое-то, блин, такое нерадостное начало такое вот получается. Блин, не знаю. Но как есть. В общем, да, сейчас вот какой-то такой у меня странный период. Не знаю, что с собой делать, и не знаю. В общем, наверное, это уже просто тянется очень давно, и поэтому сейчас оно всё больше и больше на меня как-то наседает. И, знаете, не могу избавиться от ощущения, что хочется как-то... Хочется бросить всё и сразу. Вообще всё. И... Не знаю. Ладно. В этом влоге вообще-то я... Блин, слушайте. Вообще-то я в этом влоге хотела поделиться осенним настроением, но моё осеннее настроение — это хандра. Ну, на сегодняшний день. Вообще-то я хотела вам рассказать про рецепты. И, в частности, про рецепт вяленых томатов. Я этим рецептом делилась ещё в прошлом году в Инстаграме. И даже сохраняла его в сохранённой истории, там, вот в таких вот кружочках, да. В общем, правда, классный рецепт. У меня просто мамочка мужа, она выращивает помидорки. У неё их в этом году прям вообще очень-очень много, и они очень вкусные. И она нам их передаёт прям такими целыми ароматными ящиками. И я делаю из них вот вяленые томаты. Не претендую на гениальность этого рецепта. Я его сама где-то когда-то у кого-то увидела, и уже вот не первый год по нему делаю. И хотела поделиться с вами. Вдруг вам будет полезно, вдруг у вас тоже в этом году богатый урожай томатов. Блин, у меня так закладывает ухо, если честно, я очень странно себя слышу. Я, на самом деле, уже болею больше недели. Мы просто сходили на свадьбу, и как-то может... О, слушайте, стоит вроде... А, блин, нет, падает. Ладно, буду держать. Короче, мы сходили на свадьбу. О, кстати, кадры со свадьбы ещё могу вам показать. Мы сходили на целых две свадьбы за две недели. Так вот, на первой свадьбе такие от танцев распаренные, разгорячённые, выходили на улицу, видимо, простудились. При том, что простудились вообще все поголовно. Ну, то есть и я, и вот наши друзья. Тоже очень многие позаболевали. И в итоге через две недели была ещё одна свадьба, тоже нашего друга. Мы всё тем же составом собирались на этой свадьбе. И в итоге у нас было столько таких а-ля приболевших, таких ещё недолеченных там ребят. И у нас с подружкой постоянно закладывала уши, то правая, то левая. В общем, мы ещё ходили, постоянно нос пшикали. Ну, в общем, да, вот такая вот я недолеченная. И это длится уже где-то недели-полторы. И ещё у меня сейчас дочка заболела. Поэтому это просто какой-то такой осенний болезненный кошмар. Надеюсь, это скоро закончится, потому что уже устала. Реально слышу, как будто бы я под водой. Вот сейчас опять заложила уши. Наверное, даже два. Жесть. Вот, короче, поделюсь с вами кадрами со свадьбы. Поделюсь осенним рецептом томатов. И, возможно, ещё покажу вам рецепт одной такой запеканки. Я его вообще случайно увидела в Инстаграме, сделала. И мне так понравилось. Думаю, блин, почему бы и нет? Он такой лёгенький. Не то чтобы я какой-то кулинарный эксперт. Я вообще очень редко готовлю. Но раз уж нашла прикольный рецепт, то расскажу и вам. Вдруг вы тоже не кулинарный эксперт, и вам оно вдруг пригодится. В общем, сумбурный влог у нас сегодня намечается. И свадьбы вам покажу, и рецептики. И, надеюсь, я подарю вам какого-то осеннего настроения. И, может быть, знаете, ещё такого настроения на любовь. Потому что вот свадьбы, они вообще собой... Вот как-то у меня вот всегда вот после свадьбы, после посещения каких-то свадеб, есть, знаете, такое, типа, что как-то хочется больше времени уделить семье, больше какими-то такими домашними делами позаниматься. Так что вдруг посещение, моё посещение свадеб, я вам его покажу, и вдруг оно тоже вас настроит на какой-то такой лад. Ну что, друзья, вот и кадры с нашей первой свадьбы, на которой мы были. Это мои друзья. Все знакомьтесь. Конечно, не буду тут тоже называть поимённо, но думаю, что они будут периодически появляться в моих влогах, особенно, когда это какие-то наши такие совместные мероприятия, типа чьих-то свадеб, дни рождений, просто какого-то совместного времяпрепровождения. Мы стараемся встречаться достаточно часто. У нас такая большая дружная компания. Так что вот. И, возможно, вы заметили мой немножко странный лук. У меня такое чёрное платье-комбинация и достаточно яркие носки с надписью «LOVE», но мне показалось, что это прикольно. Мы на жене Таня. Встречайте! Я просто обожаю пересматривать все эти дурацкие видео после свадеб, потому что мне они кажутся такими забавными и смешными. Возможно, они немножко личные даже для влога, но мне просто очень хотелось поделиться с вами мыслью о том, что и мне, и моим друзьям сейчас около 30, и кому-то немножко за 30. И мне кажется, вот такие вот видео, их наиболее как-то атмосферно и с приятной ностальгией. Мы будем пересматривать потом, когда нам уже будет там 40-50 лет и далее. И я очень надеюсь, что мы будем так же собираться смотреть на них и приятно ностальгировать, будучи уже чьими-то мамами и папами. Всем привет! Мы едем отдавать на стрижку вот этого вот красавчика. Нет, не этого. Вот этого бы тоже отдать, конечно, не мешало на стрижку. Но пока вот этого. Посмотрите на эту морду. Скоро он станет похож на пуделя обыкновенного. Так мы же еще не все, это не все по каналам, кто с нами едет. Опачки мои, сладочные. Такая моя девочка, такая сладкая в красивом костюмчике, да. Это про меня. Кто такой красивый мальчик? Хороший. Такой красавчик. Такой худенький сразу кажется. Красавчик. Пойдем. Ну а теперь переходим к моему простому рецепту вяленых томатов. Итак, я беру чеснок, через чеснокодавку пропускаю, и все это дело в тарелочку, и заливаю подсолнечным маслом. Конечно, можно и оливковым маслом, но на моих объемах оливковое масло это как-то too much, поэтому я беру подсолнечное. Далее все мои томаты, которые предварительно вымыты, я разделяю на половинки. Некоторые из них я делю на четверти, потому что они слишком большие, и чтобы они равномерно у меня вялились, то делю эти на четвертинки тогда. Всем отрезаю ненужные вот эти попки, и потом при выкладывании на противень я их кладу плотненько друг к другу, они потом начнут усыхаться, им будет достаточно места, но изначально их лучше положить поплотнее, ну чтобы их побольше у нас влезло на одну противень. После этой вот выкладки нам нужно их посыпать специями. Я беру соль, сахар, прованские травы, и вот это вот мое масло с чесноком. Сначала солью и сахаром я прохожусь прям по каждому томатику. Немножко, вот буквально так вот по чуть-чуть, чтобы на каждый томатик и соли, и сахара у нас попало. Прованские травы я рассыпаю просто вот так вот над противенью, чтобы, ну где-то больше, где-то меньше, но не на каждый томатик уж прям в отдельности. Маслом с чесноком я прохожусь обязательно по каждому томату. На некоторые томатики сверху выкладываю просто вот побольше вот этого чеснока для аромата, ну и потом для дальнейшего вкуса, конечно. Когда все это сделано, я две противни сразу ставлю в духовку. Режим конвекции выбираю 100 градусов, и все, отправляю их сушиться, вялиться. Это занимает ориентировочно 6-8 часов. Со второй свадьбы у меня почти нет видео того, как я выглядела, но я хотела вам показать мою юбку. Купила ее на Валдберрис, и она огонь. Друзья, понимаю, что этот влог, наверное, получился каким-то супер сумбурным, и с темы на тему, и всякое такое, но, блин, это же влог, мы же тут с вами для того, чтобы пообщаться, как-то поделиться настроением и все такое. Я вам желаю хорошего настроения, не болейте, и я, надеюсь, тоже побыстрее уже поправлюсь, наконец-то. И не хандрите. В общем, не будьте как я, не болейте и не хандрите, потому что я сейчас болею и хандрю. Вот. Так что всем нам классной, хорошей осени. Люблю это время года. Очень люблю. Вот. Все. Надо как-то снова вдохнуть в себя это настроение любимой пары года. Вот. Всем вам спасибо за внимание. Я надеюсь, что вы провели со мной интересное время. Попили чаек, кофеек, там, может, еще что-нибудь. Увидимся в новых роликах, и, надеюсь, я словлю вдохновение и сниму их совсем скоро. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ПЕСНЯ